Никон D3100 Хочу показать, как обновить на нем прошивку Прошивка новая, имеет два вида Первая это официальная прошивка от Никона Она повышает общую стабильность камеры Ускоряет, если не изменяет память, автофокус По-моему, помогает быстрее фокусироваться и лучше фокусироваться при сильном приближении Какие-то мелочи еще, которые известны только компании В общем, обновлять прошивку на фотоаппарат всегда нужно Потому что установка последнего программного защищения говорит о том, что производитель что-то доделал Что-то допилил и решил этим поделиться с пользователем Какие-то косяки, значит, были, которые подправили Что-то по просьбам пользователя добавили и так далее В общем, необходимость в обновлении прошивки всегда есть Это первый вид, это официальная прошивка Вторая прошивка неофициальная, она называется кастомная Эту прошивку подправил кто-то самостоятельно Добавив в нее несколько полезных фишек В частности, вот на 3100 в кастомной прошивке добавлено возможность записывать не 10 минут, как в штатной прошивке А 17,5 минут Также прошивку нужно ставить тогда, когда родная батарейка приказала долго жить Нужно использовать китайскую, совместимую там с Алиэкспресса, еще откуда-то Вот, не оригинальную То есть, вот эта прошивка позволяет использовать китайские аккумуляторы, видимо, без какого-то чипа там То есть, не проходит, когда валидность, на валидность батарейка И можно использовать китайскую вместо оригинала с этой прошивкой С оригиналом так не получится Еще кастомная прошивка делает какую-то оптимизацию, связанную с ISO И самое, наверное, прикольное из всего этого Можно увеличивать Либо она полностью увеличивает сама самостоятельно битрейт у видео То есть, большее количество кадров при записи HD и Full HD видео Но тогда повышается скорость записи Которая напрямую связана с картой памяти То есть, если у вас карта памяти маломощная, там, какого-нибудь второго, шестого класса То не пройдет у вас такой вариант Не пройдет повышение количества кадров, там, до 30, например, в секунду То есть, флешка уже нужна будет десятого класса И хорошего уже объема, там, гигов на 32, на 64 Потому что с повышением битрейта у видео С повышением количества кадров С повышением качества Увеличивается объем записываемых файлов Ну что, попробуем тогда прошить Я покажу на примере официальный Так-то у меня, по-моему, здесь даже уже официальная прошивка-то и стоит Последняя Ну, покажу на примере официальный Вот, а потом Если самостоятельно вы захотите, то можете обновиться на кастомную Я сейчас покажу, где в настройках у меня Так, меню, меню, меню Значит, где в настройках смотреть вашу версию прошивки Сразу оговорюсь, еще до того, как начать показывать сам процесс прошивки Прошивки, приложенные к описанию В описании ссылка будет Подходит исключительно к Nikon D3000 Попытки прошить 51, там, 5100 и так далее модели Увенчаются кирпичом из фотоаппарата И даже не знаю, кто у вас может потом помочь Поэтому исключительно Nikon D3100 Вот, исключительно под свою ответственность И, наверное, это, наверное, будет все хорошо работать Потому что неспроста новые последние прошивки ставятся Поэтому я еще раз повторюсь Очень важно обновлять всегда прошивку Это касается не только фотоаппаратов, наверное, всей сейчас цифровой техники Потому что производитель что-то допиливает, что-то доделает Значит, открываем меню вот этой кнопкой Переходим в последний пункт У меня он недавний, по-моему, называется У вас наверняка будет просто с гаичным ключом Находим последний пункт Версия прошивки И смотрим Вот у меня, да, у меня сейчас стоит последний 1.02 Может у вас стоять 1.01 Ее точно нужно обновить, потому что там какие-то вещи допилили они, производители Так, у меня стоит 1.02 То есть, в принципе, мне можно не обновлять Но на всякий случай я все-таки покажу, раз я решил заснять это видео Значит, сейчас мы перейдем к компьютеру На компьютере нам нужно будет взять флешку Я прям беру флешку, на которую фотографирую Я на нее кладу прошивочный файл BIN Удалив перед этим все фотографии на чистую флешку Кладу этот файл BIN Вставляю фотоаппарат Перехожу вот в эту вот настройку На это я еще дополнительно покажу Здесь будет пункт обновить ПО, обновить прошивку Вот Вы можете взять чистую флешку, форматнуть ее На нее кинуть этот файл и пробовать прошивать Попробуем, сейчас перейду к компьютеру Покажу, как скачать последнюю официальную прошивку Вот Я в описании дам ссылку на кастом Но здесь покажу, как скачать официальную Открываем вот этот сайт Ссылка также есть в описании Это центр загрузки сайта Nikon Выбираем цифровые зеркальные фотокамеры Здесь, кстати, можно выбрать обновление прошивки практически на любой Nikon Выбираем нашу модель У нас D3100 Раздел прошивка Опускаемся вниз, есть прошивка D3100 Просмотр страницы загрузки Открываем У нас есть два компьютера Windows и Mac OS Просто вниз опускаемся, так как у нас Windows Ставим галочку принять Жмем загрузить Вот здесь внизу подписано, что прошивка Оп Прошивка для D3100 И вот версия 1.0.2 ее Все, ждем, она загрузилась Вот так прошивка распаковывается Вот этот файл у нас, экзешник Его запускаем Он нам раз и создаст папку Вот она А из нее вот этот файл копируем во внутреннюю память На выходе получаем вот такой файл D3100.bin И его кладем В корень карты памяти Просто в файл Просто в корень карты памяти Все, вот он лежит Я его Сейчас извлеку Флешку вставлю в фотоаппарат А дальше продолжу рассказывать На примере фотоаппарата С компьютером в принципе все То же самое с кастомной прошивкой Вот она у меня где-то тут-то лежала Если хотите кастомную То берете вот файл Для кастомной прошивки Он так же называется у меня Вот его кладете так же В корень карты памяти И Ту же самую операцию Которую я сейчас покажу на фотоаппарате Значит флешку я вставил в свой аппарат И сейчас покажу как его нужно прошить Можно точнее прошить Так Извиняюсь если будет плохо видно камеру У меня пока стрёмненькое Значит меню Попадете вот в такое меню Опускаетесь до гаечного ключа И идете в последний пункт Версия прошивки На нее нажимаете Видите версию своей 1.0.2 А внизу у нас загорается точка обновления До этого напомню ее не было И нажимаю Окей Пойдет процесс прошивки Что вам нужно знать перед тем как нажать кнопку обновления Значит первое самое важное Что тебе этот Любой аппарат который шьете В данном случае фотоаппарат должен быть полностью заряженным Вот Чтобы во время прошивки Обновление не прервалось И второй момент Это Что прерывать процесс прошивки самостоятельно нельзя Выдергивать флешки Что-то выключать фотоаппарат Еще какие-то манипуляции с ним делать Важно дать фотоаппарату до конца Залить свою прошивку Прерывание чревато кирпичом И опять же повторяю Все на ваш страх и риск Все я нажимаю обновление Он говорит что у меня она и так уже новая Я выбираю ему да Что все равно обновить Промазал Прошу прощения И вот он мне показывает окно Что внимание не выключать фотоаппарат во время обновления Обновление занимает в среднем из опыта Скажу где-то минута 3 Дать ему закончить Потом зайти опять в настройки В версию прошивки Посмотреть Убедиться что у вас действительно установлена последняя прошивка Либо кастомную Если вы ставили То убедитесь что у вас стоит кастомная прошивка Кастомную я самостоятельно повторюсь Не ставил То есть экспериментируйте У меня информация сугубо с форумов Поэтому про кастомную прошивку Все что я знал Все что я прочитал Все вам передал А сам процесс обновления вот идентичен Просто файл прошивки поменять И будет заливаться кастомная Все дожидаемся окончания И пользуемся фотоаппаратом Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дождались вот такого окна Что после завершения Он перезагрузится и включит обычный рабочий стол И можно зайти на флешку Если фотоаппарат самостоятельно не удалил Биновский файл прошивки То самостоятельно удалите эту прошивку Чтобы она там не лежала Она конечно не мешает Но не нужна она там Ну и в принципе все Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok